Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 350, Ретрограды. Привет, друзья! Наша сегодняшняя тема – это внедрение нового и реакция людей на это внедрение. Наверное, стоит объяснить, что такое внедрение. Словарь говорит нам, что это распространение нововведений, достижение практического использования прогрессивных идей, изобретений, результатов научных исследований, инноваций. Если говорить проще, это использование чего-то нового, обучение такому использованию. Всем людям, в той или иной степени, свойственен консерватизм. Это идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам. Стремление делать все так, как раньше, так, как привык. Человека противоположных установок, взглядов, называют революционером или новатором. Отмечу, что мы сейчас не говорим о консерватизме как о политическом течении. Здесь имеется в виду бытовое значение этого слова. Выпуск называется «Ретрограды». Так называют консерваторов в крайней степени, противников научного и технического прогресса. Это слово имеет явный неодобрительный оттенок. Считается, что ретроградами могут быть только необразованные, неумные или, как еще говорят, недалекие люди. Пока не попытаешься внедрить что-то новое на производстве или в быту, не поймешь, как много людей держатся за то, что имеют. Или за то, что умеют. Никто не хочет учиться чему-то новому. Всем проще и привычнее делать все так, как они делали до этого. Ведь для того, чтобы освоить что-то, нужно напрягать мозг, отвлекаться от основной работы. То есть, тратить время и силы. Если результат этой деятельности не очевиден, сама деятельность по внедрению тоже не кажется привлекательной. В истории существовали и организованные сторонники прогресса и ретрограды. Классический пример – движение луддитов в Англии первой половины XIX века. Луддиты, обеспокоенные тем, что в результате промышленного прогресса теряются рабочие места и усиливается эксплуатация оставшихся рабочих на фабриках, начали попросту уничтожать производственные машины или, как их иначе называют, станки. Несмотря на правильную идею – борьбу за собственные права, луддиты выбрали крайне странный путь реализации этих прав. Промышленное производство, несомненно, двигало человечество вперед. И те страны, которые не смогли его освоить, не смогли пережить XIX век в качестве самостоятельных субъектов политики. С другой стороны, иных способов борьбы за свои права рабочие не знали. Рабочее движение, как и капитализм, находилось в начальной стадии своего развития. До организованных забастовок и идеологической базы борьбы в виде марксизма и других социалистических учений нужно было дорасти. Поэтому, несмотря на то, что луддиты были очевидными ретроградами, обвинять их в этом будет антиисторично, неправильно. Отметим еще один момент. Тяга к сохранению старого, как и тяга ко всему новому, имеет ярко выраженную возрастную корреляцию, то есть прямую связь с возрастом. Пожилым людям удобнее все делать так, как они привыкли. А молодежь, наоборот, всегда любит новинки. Причин этому несколько. Во-первых, с возрастом очевидно ухудшаются способности к обучению. К примеру, в общем и целом мозг 40-летнего человека работает хуже, чем мозг 20-летнего. Во-вторых, ослабление умственных способностей компенсируется накоплением жизненного опыта. С возрастом люди понимают, что новое – это не всегда хорошо. Прежде чем внедрять что-то, лучше как следует взвесить все «за» и «против». то есть провести анализ нововведения, сопоставить его слабые и сильные стороны. Таковы наши соображения по сегодняшней теме. А сейчас давайте послушаем диалог двух приятелей на тему внедрения инноваций на производстве. Итак, поехали! Колян, здорово! Сейчас тебе такую хохму расскажу. Купили нам в цех новый станок. Вроде всем должен жизнь облегчить. Однако дело сразу не пошло на лад. Работники просто на дыбы встали. Не будем внедрять и все. Говорят, нам по старинке работать привычнее. Паш, ты меня совсем не удивил. Я ведь ни в одну бухгалтерию уже новую бухгалтерскую программу ставил. По сравнению со старыми – небо и земля. Быстрее, качественнее, симпатичнее в конце концов. Интерфейс хотя бы современный и интуитивно понятный. Пользуюсь я не хочу. Тем более платит за банкет директор. И что? Итальянская забастовка начинается? Ага. Вспоминают о правилах, о которых 20 лет никто слыхом не слыхивал. Начинают ситуации придумывать невероятные. Лишь бы своим посконным способом работать продолжать. Всегда поражали такие люди. Бороться с прогрессом – это как с ветряными мельницами бороться. Не дай бог когда-нибудь стать таким старым маразматиком. А еще вспомнил случай. Пошли мы с другом Валерой за водой. Узнаешь ларьки, где бабушки воду продают. И вот в одном из ларьков оказалась не бабушка, а терминал оплаты. И наличку принимал, и карты. Так у друга на моих глазах волосы на голове зашевелились от ужаса. Этот терминал реально у Валеры картину мира сломал. Даже не помню уже, купили мы воду или ушли ни с чем. Ладно, бывай. Эх, все равно станок осваивать надо. Завтра специально над душой у мастеров встану, чтобы не отплынивал. А полную версию этого подкаста вы найдете на нашем сайте torpod.com. Для этого вам нужно подписаться на платные выпуски. Заходите на страничку Membership Options Page и вы увидите несколько способов оплаты подписки, начиная от PayPal и заканчивая карточками MasterCard, Visa, American Express и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то осталось непонятным, смело пишите нам на почту tasteofrussian.gmail.com. Ответим всем и до новых встреч!